Большая премьера на Первом канале. Сегодняшнего дня начинается показ многосерийного фильма, посвященного трагической судьбе дочери генсека Компартии СССР Галины Брежневой. Эта женщина имела всё, о чём только можно мечтать. Море поклонников, деньги, положение в обществе. Но, как говорят знавшие её люди, всю жизнь оставалась глубоко несчастной и одинокой. С авторами фильма и близкими друзьями кремлевской принцессы встретилась Юлия Шатилова. Я принцесса. Я не могу спать с кем-то. Я хочу домой. Всеми брошенная, доживающая свои дни в обшарпанной палате сумасшедшего дома. Трудно было признать в этой женщине кремлевскую принцессу. Некогда блистательную Галину Брежневу, дочку всесильного генсека. Галина, попробуйте рыбку. Первый из торт рыбка. За фигурой следит. Кому-кому, а вам не нужно следить за своей фигурой. Да, за моей фигурой следит Комитет государственной безопасности. В СССР ходили легенды о ее бриллиантах, вечных гулянках, где во время тотального дефицита икру ели ложками и коньяк лился рекой, о многочисленных и знаменитых мужьях и любовниках. Игорь Кио, Марис Лиепа, Юрий Чурбанов. Но так ли сладко жилось дочери генсека? Десять лет создатели картины собирали материалы, общались с людьми из близкого окружения семьи Брежнева и поняли, им есть что сказать. С одной стороны, конечно же, положение, когда все можно, да, с другой стороны, вот эта великая ссора с отцом из-за его измены матери, да, и когда он не мог все-таки ее по-настоящему, что называется, построить, как сейчас говорят, да, потому что в самый-самый напряженный момент ты следовала фраза «ты на себя посмотри». Генсек жаловался, одним глазом смотрел за страной, другим за Галиной. Горячо любимая и непутевая дочь, она все делала наперекор. И я тогда посмотрю, как ты разведешься. А вот так. Как танцевала на столе, приходила на официальные приемы в полупрозрачном платье, так модно в Париже. Все это в фильме есть, но есть и другое, ведь сначала была просто девочка Галя, мечтавшая стать артисткой. Папа запретил, а она наотрез отказалась вступать в партию, и так и была беспартийной до конца дней. Еще студентка сбежала из дома вместе с цирковой труппой за возлюбленным акробатом Милаевым. «Я думаю, что это будет неожиданность для многих, что вдруг увидят живого человека, девочку, которая способна влюбиться, а не пьяную женщину, которая там стоит на столе все время». Потом был ее головокружительный роман «Зрелые женщины» и тогда 18-летнего иллюзиониста Игоря Кио. И их семейная жизнь длиною ровно в 9 дней, пока не узнал отец. Как любила и засыпала возлюбленных подарками, как любили ее, но чаще использовали, набивались в друзья, рвались в зятья генсека. Заваливали просьбами, и она помогала, вспоминают те, кто знал ее лично. Это ее черта характера. Когда люди к ней обращались, то она очень многим людям помогала. В этом эпизоде, когда уже беспробудно пившая Галина Брежнева открывает дверь, не актеры, дети ее первого мужа Евгения Милаева играют сами себя. Удалось сделать только один дубль. Так они были потрясены сходством актрисы Людмилы Нильской с их приемной матерью. Но для этого гримерам пришлось потрудиться. Сложно. Представляете, под резиновой маской, еще шею мне делали, под резиновой маской ходить по 12 часов. Не обвиняя и не оправдывая, просто попытаться понять. И представить, как это, доживать свои дни в одиночестве. Ее почти никто не навещал, когда не стала принцессой СССР. А осталась только пожилая и тяжело больная женщина, которая нуждается хотя бы в капле сострадания. Юлия Шатилова, Мария Емельянова, Алексей Шишкин и Полина Крикун. Первый канал. Так, первая серия фильма «Галина» уже сегодня вечером на нашем канале, сразу после программы «Время».